Вот калаш. Я дед Мороз, а жена Снегурочка, внуки в костюмах. Жена костюмы шила сама. Пока супруга на работе, Виктор Курушин обрабатывает семейные фотографии. Для него в последнее время это единственное отдушина. И время проходит за делом, и родным приятно. Но с каждым днём любимое хобби даётся всё тяжелее. Здоровье ухудшается, сидеть целый день в одном положении больно. Я обычно летом гуляю, это вот сейчас, в этот период, в зимние, в весенние, нахожусь постоянно дома. И вот я сижу, допустим, в коляске, у меня не имеет до такой степени ноги, что я их не в состоянии руками снять. Тем более, ну, это назад поставить. Медико-социальная экспертиза ещё три года назад определила, нужна новая коляска с регулировкой наклона сидения, подложек и спинки. По закону, обеспечить новым средством реабилитации обязан ФСС. Но на все обращения в ответ тишина. Передвигаться по квартире мы даже без коляски не можем. Отдохнуть пока я на работе, он тоже не может. Вот нам именно вот эта коляска нужна, чтобы хотя бы он у меня вздремнул, пока меня дома нету. Полежал, отдохнул. Как итог, спустя годы новой коляски нет, а старая начинает барахлить. Аккумулятор быстро садится, шины стёрлись. Заменить комплектующие ФСС тоже отказались. К делу подключилась прокуратура. По результатам прокурорской проверки прокуратуры района суд был направлен к иск о понуждении Фонда социального страхования исполнить взятые на него обязательства. Решением суда 26 февраля этого года требования прокурора удовлетворены. Контроль за исполнением судебного решения взят прокуратура района. Исполнение хромает даже под контролем. ФСС с постановлением суда не согласны. Подали апелляцию, а значит ни коляски, ни комплектующих инвалид в ближайшее время так и не увидит. Комментировать свои действия Фонд социального страхования не стал. Стоит отметить, подобный случай не единичный. Обязанности не исполняются систематически. Люди, которым по закону положены средства реабилитации, вынуждены свое право каждый раз отстаивать всеми возможными способами. На пользу людям с ограниченными возможностями здоровья тяжбы однозначно не идут. Максим Бажанов, Валерий Клочков, репортер 73.